здравствуйте с вами маркина мария и сегодня я хочу вам показать как сшить кота саймона для этого нам понадобится флис или любая другая ворсистая ткань которую вы найдете на трикотажной основе она должна быть чтобы не сыпалась впоследствии работы синтепон картинка кота саймона я нашла ее в интернете вы тоже можете ее скачать распечатать а можете нарисовать сами нитки нужны нам еще карандаш ножницы начинаем работать для начала вырежем нашего кота по контуру красиво аккуратненько я буду его со страчивать на машинке если у вас нет швейной машины я покажу как сшивать вручную его хвостик котику можно сделать цельнокроеный а можно и пришить будет отдельно мне очень нравится этот персонаж он очень харизматичный интересный в виде игрушки он тоже выглядит очень интересно здорово смотрится на диванчике на детской кроватке такую игрушку может шить любой даже ребенок теперь наносим нашу выкройку на ткань складываем ее в две берем изнаночную сторону складываем лицом к лицу и наносим по контуру отступили немножко от края чтобы у нас было расстояние для шва для припуска на шов и обводим карандашиком можно кломастером который исчезает придерживаем так чтобы не смещалась наша выкройка обязательно смотрим чтобы все совпадало как видите немножко сместилось поправляем наводим нужную линию чтобы форма нашего котика не испортилась все обрисовали можно хвостик решить еще в отдельности для этого мы его отрежем мне почему-то кажется что так будет интересно потом мы дорисуем вверх хвостик есть у нас котик теперь берем нитку с иголкой нитки нужно взять белые и стежком назад прошиваем выбирайте любое место откуда вам будет удобно так будет крепче наш стежок но если есть у вас машинка швейная проще прострочить по кунтуру я вам покажу как можно сделать без машинки в дальнейшем я прострочу прошиваем соблюдая форму выкройки обязательно нитку слишком сильно не перетягивайте тогда когда мы будем выворачивать у нас все здесь ниточки спрячутся ничего не будет вот я его сострочила маленький совет когда вы будете сшивать котика если он такой же маленький как у меня желательно верхние лапки прошить вручную так аккуратнее получается потому что во время строчки по немножечко смещается и получается не очень аккуратно и красивая строчка и лапки немножко искажаются теперь берем хвостик это же его можно приложить рядышком дорисуем немножечко верхнюю часть закруглим здесь и так же его прошьем это же его пришиваем и еще конечно хорошо сколоть булавочками так удобнее пришивать вот я прострочила хвостик обязательно все швы делаете по контуру который вы нарисовали когда мы вывернем тогда он будет сохранять всю эту форму все булавки можем убирать теперь нам нужно вырезать вырезаем и оставляем край припуск где-то 2 миллиметра не больше ножницы берите острые которые хорошо будут резать ткань мы все вырезали теперь нам нужно еще подготовить глазки можем взять эту же выкройку и вырезать глазки прямо с этой выкройки эту выкройку мы не выбрасываем так глазки мы переворачиваем лицом вниз отводим и вырезаем прямо по контуру который мы нарисовали так 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 и отложим в сторону. Теперь нам нужно вывернуть нашего котика и хвостик. У нас должна быть сторона, когда мы его вывернем, он развернется. Лицо у нас будет с той стороны, поэтому хвостик у нас будет с этой стороны пришит, когда мы его вывернем. Поэтому надрез для пришивания хвостика мы делаем, когда прикладываем его, вот у нас было так, мы его прикладываем сверху, тогда надрез мы делаем здесь. И этой частью мы потом пришьем его к котику. Поворачиваем. Ткань трикотажная тянется хорошо, поэтому вывернутся он точно, вывернутся очень хорошо и удобно. Возьмите ножнички или спицу и проталкивайте. Вот такой вот будет красивый хвостик. Его мы тоже заполним синтеконом и вырезаем также, так как у нас хвостик, видите, он теперь будет в другую сторону. Когда мы его развернем, он будет потом вот так, в нужную сторону. И здесь же, только вот наоборот, мы здесь делаем тоже надрез в районе хвостика, чтобы вывернуть выпройку. Где у нас будет хвостик, там и надрезаем. Надреза видно не будет. Наверное, лучше вот так вот сделать. Потому что он потом защитится и закроется хвостиком. Потихонечку выворачиваем каждую деталь, каждый пальчик вытягиваем. Также и здесь управляем. Если что-то не получается, берете иголочку и подтягиваете каждый выворот, каждый пальчик. Вот видите, какая уже форма получается красивая. Вот видите, о чем я говорила. Когда он повернется, он как раз будет нам нужной формы. Подтягивайте, чтобы не хорошенько разошлась. Вот такая вот форма. Теперь мы должны его заполнить. Мы нанесем глазки, где у нас будут. Вот то, что я хотела вам показать. Обводим, где они у нас должны быть. Место. Можно нарисовать так же и носик сразу. Здесь тоже рисуем серединки лапок. Мы их тоже вышними ниточками. Пупок намечаем. Теперь нам нужно заполнить его. Берем синтепон или другой наполнитель, который у вас будет. И потихонечку заполняем форму. Придавая объем будущему коту Саймона. Возьмите иголочку. И потихонечку можно проталкивать синтепон вовнутрь. Вот таким образом проколоть и протягивать. И таким же образом туловище кота. Распределите все там хорошо, аккуратно. Вот такой вот объемный хвостик выходит. Вот мы заполнили форму нашего кота. Теперь нам нужно зашить эти дырочки, через которые мы выворачивали и заполняли. Берем нитку с иголкой. И начинаем зашивать. Начинаем изнутри, чтобы узелок остался внутри. Заправляем синтепон, чтобы он не вылазил. Теперь на это место мы можем пришить хвостик. Расправим немножечко синтепон, чтобы он объемнее выглядел. Все, хвостик мы пришили. Можно немножко подправить, чтобы было красивее. Вот так он получился у нас спереди. Теперь вышьем носик. Берем нитки. Нитки нужно, чтобы были толстые. Я беру акриловые. Они будут объемнее смотреться. Носик вышиваем по принципу глади. Узелок мы не делаем. Смотрите. Последний стежок. Нарисовали носик. Делаем небольшую закрепку. И отрезаем ниточку. Теперь вышиваем лапки. Будем вышивать иголкой назад. Так же узелков мы не делаем. Старайтесь попадать точно в дырочку предыдущую. И стежки делайте небольшие. Тогда получится красивый круг. Сильно тоже не затягивайте. Если что-нибудь не получается, лучше распарите. Сделайте заново. Делаем закрепку. Если где-то синтекон не попал в пальчики, можно его поправить. И так на всех четырех лапках. Вот вышили мы кружочки на лапках. Теперь мы будем пришивать глазки. Берем небольшой кусочек синтепона. И непосредственно наши глазки. Прикладываем на место, где у нас будут глазки. Для начала начнем шить, а потом подставим синтепон. Берем белые нитки и пришиваем по нарисованному. Можно немножечко стягивать их, чтобы они объемнее были. Узелочек прячем. Немножечко припосаживаем глазки поверху для объема. Проверяйте постоянно, где у вас нарисовано. Вот видите, немножечко глаз я делаю, чтобы он был объемный. Пришиваем также иголкой назад. Так и шов будет крепче и аккуратнее будет выглядеть наше изделие. Теперь мы можем сюда подставить синтепончик для объема. В каждый глазик в отдельности. И продолжаем подшивать, заправляя синтепон внутрь. Помогаем себе иголочкой. Смотрим, где у нас вырезано углубление, чтобы оно было по центру носика. Нужно еще немножечко во второй глазик. Музыка. 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 вот глазки мы пришили теперь нам нужно сделать им контур чтобы они были видны на котики для этого мы возьмем черные нитки и будем обшивать черными нитками контур делать узелок мы как обычно не делаем и обшиваем оверлочным швом или как он еще называется краеобмёточный стежки делайте не слишком большие смотрите чтобы расстояние которое вы втыкаете тоже было одинаково вот так я обшила глазки теперь нам нужно сделать еще посредине кишу для этого тоже берем эту же технику как на лапках мы делали подушечки иголкой назад разделяем глазки так нужно даже немножко подтянуть чтобы был объемчик и теперь вышиваем зрачок глазика несколько стежков на одном месте с одной стороны и так же самое с другой стороны я вот Продолжение следует... Пропускаем нитку вовнутрь, чтобы она не вылазила. Обрезаем конец. Вот такой вот котик у нас получился. Можем еще добавить коготочки, тоже черными ниточками. Нитку запускаем подальше. Пузелков мы как всегда делаем, как завязался. И прошиваем тоже на одном месте несколько раз. Делаем это на вершинах каждого пальчика. Как он будет выглядеть реалистичнее. И так на каждом пальчике. И на верхних лапках, и на нижних. Вот посмотрите, какая чудная лапка получается. Нитку между пальчиками не затягивайте, чтобы не нарушить форму. Котик. И так на верх. Время. И так на верх. Время. Время. И так на верх. Девочки. И так на верх. Вот такой котик у меня получился, это одна из методик его изготовления. Вот у меня есть еще второй котик, этот из сыпучей ткани, поэтому я его прошивала снаружи. Пробуйте, экспериментируйте, пишите комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки. С вами была Маркина Мария, всем пока!